Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. 4 июня в Струковском саду состоялся 27-й фестиваль журналистики «Пресса-2022». Как изменилась карта СМИ за последние годы? Какие новые мероприятия готовит областное отделение Союза журналистов России? Как Союз журналистов взаимодействует с телеканалом «Самара ГИС»? В нашей студии Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России. Ирина Владимировна, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. И в начале программы хочу поздравить вас и всех коллег. Фестиваль журналистики, именуемый еще иногда День прессы, вернулся к нам. Слава Богу, это очень хорошо. Честно говоря, соскучились. Потому что только что-то потеряв, понимаем, как это важно. Вот скажите, когда стало уже точно ясно, что все состоится? Потому что времена-то непростые, на самом деле. Времена, конечно, непростые. До последнего нам не верилось, что это наконец-то произойдет, потому что в прошлом году у нас практически тоже все было готово. Но Роспотребнадзор запретил проводить вот такие массовые мероприятия. Но мы были уверены, что в этом году все получится. И я благодарна нашим коллегам, которые так выложились. Они так старались. Каждая СМИ старалась составить такую программу, чтобы жителям нашего прекрасного города, и не только жителям, но и гости ведь приходят на этот праздник, и из районов приезжают, чтобы было интересно, чтобы они с удовольствием провели время. И мне кажется, у нас получилось. У всех вместе. Мы работали как одна большая команда. И девизом-то этого фестиваля было «Мы вместе». Да, девиз очень важен. На самом деле, там был еще один девиз. Мы о нем поговорим позднее. А, кстати, вот в этой ситуации, скажите, насколько важно, на ваш взгляд, участие малых СМИ? Потому что я обратил внимание, ведь было более 30 площадок. Да. Это очень важно, что участие принимали. С одной стороны, городской праздник. Да. Полноценный городской праздник. И это, кстати, очень важно. Народа-то было очень много. На самом деле, праздник, между прочим, который может со многими поспорить. И несмотря на такое раннее утреннее время, когда, в принципе, суббота, субботу хочется всегда понежиться, поспать, никуда не торопиться, на наш праздник приходит. И это здорово, это замечательно. И замечательно, что в фестивале принимают участие журналисты районных и городских газет области. У них прекрасно. Они привезли прекрасные коллективы. Замечательные. Да. И, кстати, на открытии выступал ансамбль из Кенельского района «Ивушка». Они исполняли песню. Слова этой песни написала наша член Союза Диана Леонова. Совершенно прекрасная такая песня про Самарский край. И вот, ну, я же говорю, мы одна команда. Мы вместе. Независимо от того, в Самаре мы работали или в Тольятти. Или где-то в другом районе. Это неважно. Мы, журналисты, одна команда. И мы одна команда с теми людьми, для которых мы работаем. Я думаю, жители города в этом убедились. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он как раз касается в том числе и открытия фестиваля. Заодно вспомним, как это было. Давайте. Сила в единстве народов и сохранение традиции. Под таким девизом прошел 27-й фестиваль средств массовой информации в Самаре «День прессы-2022». Свою концепцию «Дружба народов» представили почти 30 площадок ведущих СМИ региона. На каждой из них побывали губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и председатель Союза журналистов Самарской области Ирина Цветкова. Как у вас настроение там? Хорошо. Почетные гости поздравили работников телевидения, радио, интернет-ресурсов и печати с профессиональным праздником. Поздравляю вас с праздником. Я уверен, что такие праздники объединяют людей. Действительно стирается граница между телеведущим и зрителем, между средством массовой информации и всеми, кто с благодарностью воспринимает вашу работу. Я рассчитываю, что вместе, объединив усилия, мы, конечно же, преодолеем все сложности. И наша страна, наша Самарская область будет краше и сильнее. Мне бы сегодня хотелось сказать огромное спасибо нашему губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, потому что действительно все эти годы мы вместе. Спасибо нашему мэру Елене Владимировне Лапушкиной. Она очень скромный человек, она трудяга, она не любит произносить речи, она просто честно относится к работе. И мы видим, каким красивым становится наш город. Спасибо за поддержку нашего фестиваля, спасибо всей вашей команде. А команда телеканала «Самара ГИС» устроила для гостей своей площадки настоящий межнациональный праздник под аккомпанемент муниципального духового оркестра, который исполнил музыку всех народов, проживающих на территории региона. ГИС со дня своего основания и наш оркестр. Мы всегда в контакте, всегда дружим, всегда друг друга поддерживаем. И лучшие программы наши были уже показаны и, надеюсь, будут показаны на ГИСе, который смотрит вся Самара. Наши добрые пожелания журналистам, творческой группе всего ГИСа. Ирина Владимировна, ну приятно посмотреть, приятно вспомнить, на самом деле, воспоминания очень свежие. Вот вопрос, почему тема фестиваля «Дружба народов»? А потому что 2022 год был объявлен годом культурного наследия народов России. Ну и, как говорится, сам Бог велел взять эту тему. И мы не прогадали. Потому что наш парк в этот день был таким многонациональным, таким ярким, таким красивым. И мы действительно почувствовали, что мы одна большая семья, независимо от того, русский я, еврей я, чеченец, азербайджанец, там, неважно. Там были представлены очень многие народы, которые проживают на территории нашей прекрасной губернии. Вот, а насколько, кстати, национальные диаспоры откликнулись вот на предложение поучаствовать? Потому что для них это очень интересная возможность еще раз показать себя, еще раз показать себя окружающим. И, кстати, самому себе напомнить, что там, условно, я чеченец, я татарин, я еврей, я мордвин и так далее. То есть сейчас можно очень долго. У нас губерния очень многонациональная. И я вот, на самом деле, счастлив. Счастью. Это огромное счастье. Вот как они откликнулись? Да, не было ни одного отказа. Это очень приятно. Причем у нас были как взрослые коллективы, так и детские коллективы. И они не просто выступали многие, а еще проводили и мастер-классы. Ну, например, учили танцевать лезгинку. Ну, это же здорово, да? Ну да, где еще можно поучиться. Где еще можно поучиться. Да, а так вот в субботу, придя на фестиваль прессы, можно еще научиться танцевать лезгинку. Можно посетить мастер-класс и изготовить куклу в русском национальном костюме. Те, кто увлекаются гончарным делом, я знаю, водили своих детей туда и вот и занимались там, проходили мастер-класс. Ну, это здорово. Это замечательно. Да. И единственное, что мне не удалось, я очень хотела примерить какой-нибудь национальный костюм, но просто не хватило времени. Но я представляю, какие бы были ощущения, эмоции, да. Ну, у нас и все еще впереди. Еще все впереди. Да. Кстати, вот если говорить как раз об этом, а где еще, вот насколько я помню, 27-й фестиваль, 27 лет, ну, чуть больше даже, потому что был перерыв, связанный с пандемией. Два года перерыв. Два года, да. Вот это, скажем так, уникальная история, фестиваль прессы, или в каких-то регионах есть еще? Вот вы, как секретарь Союза журналистов России, припоминаете где-то еще что-то подобное проходит? Я не припоминаю, чтобы вот так масштабно проходил фестиваль прессы. Где-то в каких-то регионах там отдельные издания могут проводить, да, ну, а вот так, чтобы в один день... Дружно. Дружно, в одном парке проводили фестиваль. Ведь всегда мы говорим, что мы конкуренты. Вот, вы прям с языка снимаете. Да. Ну, это действительно так, мы действительно конкуренты. То есть мы партнеры, но мы и конкуренты. Это однозначно. Ну, замечательно, что в этот день мы становимся все друзьями и одной большой семьей. Хотя, конечно, каждой площадке, опять-таки, хочется быть лучше. Это тоже здорово. Это такая здоровая конкуренция. Но то, что после фестиваля в соцсетях очень много фотографий таких совместных, где журналисты из разных изданий вместе снимаются, и я думаю, что это дорогого стоит, и здорово, что именно у нас в Самаре вот есть такая добрая традиция. А пусть другие регионы с нас берут примеры, потому что это на самом деле не так просто провести такой фестиваль. Но мы лучшие. Мы лучшие, однозначно. Я тогда предлагаю сейчас еще раз сделать паузу. Давайте посмотрим еще один сюжет. Он, опять же, касается фестиваля прессы, и затем продолжим. С удовольствием. Калейдоскоп ярких образов. Здесь и зажигательные русские народные танцы, и выставка еврейской моды, и традиционные мордовские напевы. Детцы, детцы, не ты мордов, взяв ты, не крички, мальцы. Радуем наших дорогих гостей города нашим репертуаром, костюмами, настроением. И показываем в свою солидарность наше мирное существование на этой земле сегодня. Улида Симби, мастер Стаза. Будьте все здоровы, вся страна. Покорили гостей площадки напево древнего армянского инструмента дудука. Это релакс, это все хорошее, поверьте мне. Это расслабление, это эмоции, это жизнь. Самара – многонациональный город. Очень приятно выступать со всеми. Сегодняшние мероприятия, я считаю, очень полезны для города, для страны, для всех живущих в Самаре. Ведущие праздника постоянно разыгрывали призы от партнеров телеканала. Курасина, еще версии есть? Это и конкурсы на площадке, где гости моментально получали сертификаты на картинг от Крэйзи Карты, сладкие подарки, кукурузные палочки, рузик, лимонады от АО «Жикулевское пиво», а также сертификаты в стоматологическую клинику «Эденталь». Были также розыгрыши в социальных сетях. Фотографируйтесь на площадке телеканала «Самара ГИС», подкрепляйте фото хэштегом своих «Не бросаем Самара ГИС» и выкладывайте в свои социальные сети. Мы отберем лучшие снимки, наградим авторов картой «Хитнес-клуб Пискультура», билетами в театр, камерная сцена, торопитесь. Для детей на площадке организовали мастер-классы. Дети приучаются у нас к народному творчеству, делают вот такие работы. Гости фестиваля танцевали и веселились в сопровождении энергичного хомяка Рузика. Прекрасный праздник, настроение прекрасное. И пусть эти праздники будут как можно чаще, для того, чтобы на душе было тепло и уютно. Войдя в парк, мы уже все в движении, танцуем. Люблю события, каждый год стараюсь посещать его, потому что очень интересно и очень ярко, красочно. Завершился праздник награждением победителей фестиваля. Площадку «Самара ГИС» традиционно признали одной из лучших. Жюри оценило вклад телеканала в жизнь города. Напомним, что сегодня «Самара ГИС» – это один из самых оперативных информресурсов в региональном интернет-пространстве. Мы одними из первых выдаем информацию в наши социальные сети. Общее число наших подписчиков превышает 77 тысяч. Наши сообщения в сетях ежемесячно охватывают более 768 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах более 300 тысяч. Мы присутствуем на всех актуальных платформах ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. В наших соцсетях только самые свежие новости. «Самара ГИС» – включись в жизнь города. Ирина Владимировна, знаете, вот о чем подумал? Вот та конкуренция, здоровая конкуренция между площадками СМИ, которые существуют, она в сущности что в итоге дарит городу? Она дарит городу замечательный, классный, душевный, настоящий праздник. Общегородской, причем который организовать на самом деле очень сложно. Может быть, даже вот каким-то таким приказным, в приказном порядке невозможно. То, что касается журналистов в приказном порядке, это просто невозможно. Вот на самом деле очень хотелось бы, чтобы это продолжалось. Мы обязательно будем продолжать. И, кстати говоря, если уже вот так заглянуть в историю нашего фестиваля, то ведь мы его начинали в рамках Дня города. Если помните, мы раньше отмечали День города, это последняя суббота, мая. И первое мероприятие, которое было в рамках этого дня, это был как раз фестиваль прессы. Но потом День города перенесли на сентябрь, а мы решили эту традицию проводить именно в конце мая, начале июня. Ну, не двигать уже, потому что народ привык. И вот как мы сейчас в сюжете видели, каждый год люди приходят на наш фестиваль. Фестиваль жив и будет продолжать жить и развиваться. Тем более, что мы уже сегодня со многими обсуждали, а каким будет фестиваль на следующий год. Ну, кстати, это абсолютно правильно, потому что не так много времени осталось всего на сегодня. Время пролетит очень быстро, а хотелось бы, чтобы фестиваль развивался. Мы об этом говорили и с Еленой Владимировной Лапушкиной, с мэром города, каким он должен быть на следующий год. Мы об этом говорили и с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, потому что, действительно, праздник уже принимает такие масштабы, что равнодушных нет. Всем бы хотелось его развивать только и внести свою лепту. И, соответственно, в связи с этим он должен быть вот таким самодостаточным. То есть он не должен быть в рамках какого-то дня, он должен быть сам по себе. Сам по себе и незаорганизованным таким. Когда говорят, вот надо нанять там какого-то одного режиссера, чтобы он... Да невозможно. Да не надо. И не надо, он тем и хорош, что каждая площадка живет своей жизнью. Конечно, каждый пытается выделиться, себя показать. Конечно, конечно. А если мы сейчас начнем заорганизовывать это все, то уже не будет вот этого колорита. Души не будет. Не будет абсолютно. Поэтому мы категорически против. И здесь, знаете, еще один момент. Вы делаете большое дело. В это сложное время вы помогаете журналистам встречаться. Ведь вот как бы, к сожалению, время сейчас такое, что мы все живем в очень быстром темпе. И иногда мы встречаемся по печальным поводам. К сожалению. А это неправильно, это нехорошо. Нужно встречаться с людьми по хорошим поводам и обмениваться информацией, вообще обмениваться эмоцией. Вот за это вам хочется спасибо большое сказать на самом деле. Спасибо за добрые слова, потому что мне тоже кажется очень важно, когда коллеги встречаются, общаются, когда они видят глаза друг друга. Это совсем другая история, когда мы общаемся просто в соцсетях или по телефону. Поэтому, конечно, будем стараться, может быть, закладывать еще какие-то новые традиции. Но все впереди. Все впереди. Вот если говорить о журналистике, по вашей оценке, как изменилась карта СМИ за последние годы? Ну, она, конечно, за последние 10 лет стала совершенно другой. С одной стороны, какие-то средства массовой информации исчезают, да, появляются новые. Но, наверное, сейчас в чем отличие, да, в том, что, наверное, сейчас практически каждое издание, если это печатное издание, то это не просто бумажный вариант, это еще и электронный вариант, да. Если брать телевидение, то тут вообще вот телеканал ГИС. Ну, вы же мультимедийный такой уже центр, да. То есть это совсем не то, что было там раньше, когда вы начинали. То есть сама РГИС – это сегодня некая такая, скажем, некая фабрика по производству информации, по производству каких-то программ. И у любого жителя есть выбор. Либо он вас смотрит по телевизору, либо он с вами общается там в соцсетях. То есть есть выбор. И это здорово. Я думаю, что, конечно, много еще проблем у СМИ. Но основная проблема, наверное, она известна для всех, как и для нашей страны сейчас, такая непростая это и финансы. Но, тем не менее, вопреки всему, средства массовой информации развиваются. Телекомпания ГИС, или как там сейчас правильно называть? Самара ГИС. Самара ГИС переехала в новое здание, с чем я вас и поздравляю. С новосельем. Спасибо, мы долго. Ждали, мы к этому шли. Шли, да. Большие молодцы. И вот оказалось бы, что трудное время, а вы все равно двигаетесь вперед вопреки всему. Так держать? Ваше мнение, как будут развиваться СМИ в дальнейшем? Как будет меняться вообще ситуация со СМИ, с рынком СМИ? Это ведь рынок, отрасль. Ну, кто-то нас всегда периодически пугает, что будут исчезать печатные СМИ, исчезнет телевидение. Ничто не исчезнет. Ну да, все время говорили, будет одно сплошное телевидение, не будет театра. А когда появился интернет, сказали, что и телевидение, собственно говоря, вот это вот в привычном нашем понимании исчезнет, ничто не исчезает. Мне кажется, что вот особенно в наше время, да, для каждого возраста есть свой информационный какой-то канал. Для одних это газета печатный вариант, для других это телевидение, да, на кнопку нажал. Для третьих это соцсети, там, я не знаю, Телеграм, еще какие-то, одноклассники, еще что-то. То есть каждый находит для себя свой канал для получения информации. И мне кажется, вот в этом направлении все будет развиваться. Но говорить о том, что что-то исчезнет, а что-то останется, я все-таки оптимист. Будут цвести все цветы? Да. Одним словом. Да, и это нормально. Это нормально, это хорошо. Хорошо. Какие новые мероприятия готовит Самарское областное отделение Союза журналистов России? Да, хороший вопрос. Спасибо, потому что мы вроде бы вот только провели фестиваль, а уже сейчас занимаемся подготовкой к проекту, который называется «Самарский взгляд». Это и фотоконкурс, это и фотовыставка. Кстати говоря, этот проект мы уже на протяжении многих лет реализуем тоже с городом, за что тоже огромное спасибо Елене Владимировне Лапушкиной, что она поддерживает этот проект. И он уже перестал быть городским. В этом нашем проекте принимают участие фотографы со всей России, и не только, присылают даже из-за рубежа. И мы смеемся, что, может быть, когда-нибудь мы статус присвоимый международного фотоконкурса «Самарский взгляд». Но это действительно очень большой, интересный проект. И в этом году там и новые номинации у нас появятся, связанные с городом. Также мы сейчас готовимся к медиафоруму, который планируем провести в Тольятти. Это тоже будет очень такое крупное мероприятие. И тоже очень требует большой подготовки. Но если «Самарский взгляд» планируем фото-выставку начала сентября... Да, вот хотел сказать, что это планируется. Да, это будет начало сентября. То есть в августе будет проходить сам фотоконкурс, а выставка в начале сентября. То медиафорум мы планируем где-то на начало октября. Но это вот такие крупные, помимо того, что мы проводим и пресс-туры, планов очень много на самом деле. И хочу сказать, что и журналисты соскучились уже по мероприятиям. Но вот мы стараемся. Выставка соскучились однозначно, потому что, на самом деле, хочется чаще приходить в Домжур, как мы его называем. Потому что место очень комфортное, очень приятное. И на самом деле, в хорошем смысле слова, есть такое выражение «намоленное». То есть уже туда столько людей приходило. Вернее, не к сожалению, а к радости. К счастью намоленное. Это потому что мы привыкли к нему, на самом деле, мы привыкли, а ощущения другие. Вот сегодняшняя выставка когда будет проходить? Вот вы говорили, что будет выставка «Самарский взгляд». Это она будет проходить в рамках в Доме журналиста или где-то еще? Нет, это она, к сожалению, у нас мало места для этой выставки, потому что в выставке обычно у нас до 200 фотографий. Это будет в галерее «Новое пространство». Это прям первые числа где-то с 1 по 17 сентября мы планируем. Ну, то есть это будет, на самом деле, большая выставка, где можно будет полноценная, серьезная? Конечно. Это действительно очень такая серьезная выставка. Это не просто собрали фотографии и повесили. Идет очень серьезный конкурс, серьезный отбор фотографий. В жюри люди, которые посвятили всю свою жизнь вот как раз фотографии. И поэтому мы относимся действительно очень серьезно к этому проекту. И он всегда... Ну, по крайней мере, все эти годы у нас удавалось провести на высоком, хорошем уровне. И как говорят очень многие москвичи даже, что этот проект один из немногих, который остался в России вообще. Вот в таком масштабе все, что связано с фотографией. Тем более, если мы берем, ну, не столицу, не Москву, а провинциальные города. Вот наш председатель жюри Вяткин, он говорит, ради бога, только сохраните это. Потому что... Ну, это классика. На самом деле, это классика. Ирина Владимировна, как все журналистов взаимодействуют и будут взаимодействовать с телеканалом «Самара ГИС»? Да, я вообще очень люблю коллектив телеканала «Самара ГИС». Ну, начнем с того, что руководят этим каналом две мои любимые журналистки. Да, это Елена Кольцун и Елена Орлова. Это журналисты с именами, когда даже не нужно их представлять. Ведущий мой, Ян Налимов, тоже очень известный журналист. Ян, ты же золотой пирог? Да. Золотой пирог у Бернии. Но вообще потрясающий коллектив. Мне кажется, у вас как-то очень тепло. Я канал называю «Самара ГИС», он такой семейный, вот для меня, по моим ощущениям. Ну, добрый. Семейный, теплый такой канал, да, который без какого-то пафоса. И это дорогого стоит. Я хочу сказать, что у нас очень много совместных проектов. «Самара ГИС» всегда принимает участие и в акции благородства. И когда нам нужно изготовить какие-то ролики, то это делают журналисты «Самара ГИС», за что мы очень признательны и всегда благодарим. У нас очень много вот таких вот пересечений, когда первыми всегда приходят журналисты «Самара ГИС». Вот что бы мы ни проводили, на вас можно всегда положиться. Что если вы беретесь, вы это сделаете отлично. Мы это, во-первых, возьмемся и сделаем, а во-вторых, это будет очень-очень качественно. Профессионально. И, наверное, мы иногда пользуемся вашей добротой. Первый, к кому мы всегда обращаемся за помощью, это «Самара ГИС». Это правда. Ирина Владимировна, ну будьте уверены, что и в дальнейшем будет ровно то же самое. Спасибо большое. Мы будем всегда с вами взаимодействовать, потому что на самом деле это очень приятно. Очень здорово, когда профессиональное сообщество, вот оно занимается своей работой и не забывает о коллегах. Да, это очень важно. Очень важно, я говорю, несмотря на то, что мы все конкуренты, но мы все одна большая семья. Есть проблемы общие, которые мы можем решить только сообща. Если мы разъединимся, то многих вопросов мы не решим. Нам самим будет хуже. Конечно. А с другой стороны, когда мы вместе, мы можем друг другу помочь. Когда, говорят, мы едины, мы непобедимы. Совершенно верно. Вот давайте на этой ноте и закончим нашу беседу. К сожалению, время, программа подошло к концу. Надеюсь, мы с вами увидимся вновь. Спасибо за беседу. Напоминаю, в нашей студии была Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России. Удачи в делах. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok